Ростов сегодня это уничтожение беспилотников в небе на северо-западе области и передача военнослужащим в зону СВО комплексов для борьбы с дронами. Это начало третьего этапа учения нестратегических ядерных сил и увеличение федеральной выплаты за подписание контракта с Минобороны. А также несколько ДТП с погибшими и заседания правительства, где говорили о детском здравоохранении и догазификации. Ростов сегодня это рейд по выгулу собак и огромная коллекция раритетов 6 тысяч экспонатов от патефона до военного автомобиля. А еще это поражение Ростова от локомотива на старте футбольного кубка России. И комфортное начало августа за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Украинская воздушная атака на Ростовскую область была сегодня ночью, но совсем малочисленная. В небе на северо-западе области уничтожен один беспилотник. Как сообщил губернатор, пострадавших нет. Третий этап учения нестратегических ядерных сил России начался в Южном и Центральном военном округах. Ракетные соединения отработают подготовку к применению такого оружия, получение специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенные точки районов для электронных пусков. Задействованы в учении и подразделении авиации воздушно-космических сил. Они отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылет в назначенные районы патрулирования. Цель этого этапа учения – поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению боевых задач. 8 переносных комплексов для борьбы с дронами и 16 комплексов подавления сигналов спутниковой навигации на больших расстояниях. Такую партию военно-технической помощи получила одно из подразделений ПВО в Ростовской области. При участившихся массированных атаках беспилотников это сейчас важнейший груз. Спасибо за ваш ратный труд, за обеспечение мира и спокойствия на Донской земле. Это благородная задача – обеспечить мирное небо над Ростовской областью. Это подразделение ПВО получает военно-техническую помощь от Ростовской области не первый раз. Осенью бойцам привезли автомобили из спецсредства. Там теперь замгубернатора Вадим Артемов привез переносные комплексы для борьбы с дронами. 8 штук и 16 комплексов подавления сигналов спутниковой навигации на больших расстояниях. Эти аппараты – новейшие российские разработки, хорошо показавшие себя в зоне СВО. Аппаратура произведена нашими российскими предприятиями, прошла на федеральном уровне технический совет и рекомендована для приобретения передачи воинским частям, для их использования по предназначению. Соответственно, эта аппаратура, я подчеркиваю, приобретена именно по заявке командования этой воинской части. Стоимость этого военно-технического груза – почти 27 миллионов рублей. И беспилотники активно и массово атакуют Ростовскую область. И губернатор предельно быстро реагирует на такие заявки военнослужащих. Враг пытается нанести ущерб нашим критически важным, жизненно важным объектам. Пытается вскрыть нашу систему обороны с ее дальнейшим поражением. Ну и использует территорию Ростовской области для пролета, для нанесения ударов по территории других субъектов Российской Федерации. Соответственно, наша задача, совместная задача – максимально противостоять этим проискам наших врагов. С начала СВО в нашем регионе собраны и переданы на фронт военно-технические грузы больше, чем на 2 миллиарда рублей. И делаться это будет до полной победы. Инна Билан, Виталий Стопаков, 1-й Ростовский. Федеральная выплата при заключении контракта с Минобороны с завтрашнего дня вырастет вдвое – со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Указ об этом подписал сегодня президент. Эта мера действует при заключении контракта на участие в СВО на год и больше в период времени с 1 августа до конца года. При этом главам субъектов страны рекомендовано назначить региональные выплаты не ниже новой суммы – 400 тысяч рублей. Василий Голубев напомнил, что в Ростовской области она сейчас и без того заметно выше 1 миллион 200 тысяч. Несколько ДТП с трагическим исходом случилось за последние сутки по области. Двое погибших водителей и мужчин сами виноваты в авариях, а женщина с маленьким сыном стали жертвами нарушившего правила Камазиста. Подробности в сводке ростовского городового Анастасии Фериченковой. Также я расскажу о приговоре главарю банды вымогателей-грабителей и пожаре в строящемся доме из-за кабеля. Чудовищная авария на автодороге Новошахтинской границы с ЛНР. 42-летний водитель Камаза ехал по второстепенной дороге, на перекрестке не работал светофор. И при повороте налево Камазист не уступил дорогу, ехавшей по главной легковушке. Тяжелая машина буквально раздавила легкую. 39-летняя женщина и ее 6-летний сын погибли на месте. Еще трое детей 9, 16 и 17 лет с травмами в больнице. Еще одно смертельное ДТП случилось сегодня утром на западном шоссе между Батайском и Ростовом. Volkswagen Golf на скорости задел отбойник, взлетел в воздух и упал на Тойоту. Мотор и коробку немецкого авто буквально оторвало. Они вместе с обломками лежали на дороге. Водитель, виновник аварии погиб, а водитель Тойоты с серьезными травмами в больнице. На трассе на несколько часов встала огромная пробка. И еще один водитель погиб в шахтах минувшим вечером. В 19.40 52-летний мужчина ехал на ленд-крузер Прада по проспекту Революции. Не справился с управлением и съехал с дороги. По ходу движения в дорожный знак и осветительный столб скончался на месте. К 11 годам строгого режима приговорен главарь банды современных ракетиров. Оперативники установили, что Янгурбаев создал четко структурированную, с распределением ролей, преступную группу для вымогательства денег у жителей Целинского и Егорлыкского районов. Не брезговали преступники и грабежом. Октябрьский район и суд Ростова признал вожака виновным по трем статьям УК. Вымогательство, грабеж, незаконное хранение оружия так и набежало 11 лет. Приговор вступил в законную силу. Довольно мощный взрыв услышали ростовчане около половины 12 ночи в районе ЖК Гринсайт на Нансеном, после чего там вспыхнул пожар. В МЧС сообщили, в строящейся многоэтажке загорелся силовой кабель. Площадь пожара – один квадратный метр. Бригада из четырех человек с помощью единицы техники справилась с огнем за два с половиной часа. И на этом у меня все. До встречи. Работы нового детского хирургического центра инновационных технологий и бережливых поликлиник, социальную дегазификацию и создание молодежных центров обсудили сегодня на расширенном заседании правительства. Правил его губернатор. Высокотехнологичная медицинская помощь детям. Докладом о развитии детского здравоохранения началось расширенное заседание правительства. Особое внимание работе открытого в начале лета инновационного хирургического центра ВОДКБ. Мы договаривались в самом начале, как только он, по сути, начал работать, что в некотором смысле мы сопровождаем работного центра до его полной адаптации, вхождения уже в нормальную работу. Она есть на самом деле. Те, кто видел, что это действительно высокооснащенное медицинское учреждение, пожалуй, самое оснащенное, если говорить, например, о детском здравоохранении. И для нас важно сохранить динамику. Отчет о работе центра за полгода Василий Голубев ждет от Минздрава в декабре. А пока у министра данные по первым дням. Уже 1 июля хирургами отделения травматологии и ортопедии было проведено 8 высокотехнологичных операций. И одна из них с применением роботизированной техники. Благодаря инструментам, управляемых руками специалистов, хирургические вмешательства проводятся с минимальной травматизацией. Это стало символичным этапом начала новой эры детского здравоохранения Ростовской области и всего юга. Говорили на заседании и о тиражировании опыта бережливых детских поликлиник. Эти технологии вдвое сокращают время медосмотров малышей и исключают очереди. Об эффективности бережливой работы рассказал главврач детской поликлиники Железнодорожного района. По таким стандартам там работаются открытия. Укомплектованность врачами 100%, средним медперсоналам почти 70%. Укомплектованность именно молодыми специалистами. Как вы себе их заманиваете? Начиная с 3, 4, 5, 6 курса студенты проходят у нас практику. Я являюсь доцентом кафедры детских болезней, читаю им лекции, практические занятия. И мы никогда не испытывали дефицит кадров вот в этом, но мы всегда готовы готовить кадры. Кадры готовятся следующим образом. Мы закрепляем за каждым студентом, который приходит к нам на практику, наставника, врача. Студент видит, что он нужен. С таким подходом практикант в итоге остается работать в поликлинике. Есть в штате и выпускник-отличник, взявший ипотеку под 1% годовых, врач-рентгенолог. Еще одна тема заседания – программа социальной догазификации. Работает она до 25-го года, а может и до 30-го. С людьми нужно продолжать работать в постоянном режиме. И там, где даже были сомнения, я вспоминаю приезды в разные семьи, когда люди говорили, что они сомневались, когда это состоялось, они говорят, мы поняли, что это другая жизнь. Другая жизнь по качеству. Поэтому эту работу тоже нужно продолжать. В этом году планируется догазификация 6 тысяч домовладений. В июле в региональную программу газификации дополнительно включено 52 садоводческих товарищества. Ну и молодежная политика. Губернатор поставил задачу главам администрации создавать в каждом городе и районе молодежные центры. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Картофель собрали на пятой части площадей 26 тысяч тонн при средней урожайности 204 центнера с гектара. Овощи собраны только с 7% полей, их урожайность больше 205 центнеров. Что касается уже убранных ранних зерновых, тройка лидеров по валу – Сальский с большим отрывом, за ним Зимовниковский и Зерноградский районы. Лидер по средней урожайности – Песченокопский район 55,6 центнера с гектара, за ним Целинский 53,5 и Егорлыкский 46,5 центнеров. В общей сложности собрано 10 миллионов 893 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 33 центнера с гектара. Большую роль в этом сыграли машины. За последние пять лет в нашем регионе закуплено больше 7 тысяч тракторов и комбайнов, 14,5 тысяч единиц другой техники. И на экспертной площадке «Сельскохозяйственная техника и оборудование. Механизмы достижения технологического суверенитета» говорили о поиске новых федеральных мер поддержки. Мы обсудили широкий перечень вопросов, в том числе и защиту внутреннего рынка. Об этом говорят все производители. В долгую люди готовы заниматься, вкладывать частные инвестиции, расширять номенклатуру, выпускать отечественное. Но для того, чтобы удерживать позиции на российском рынке, уверенно смотреть в будущее, выходить на мировые рынки, необходимо все-таки, чтобы мы вместе с профильными федеральными органами исполнительной власти дополнительно еще раз посмотрели на нормативные акты, которые защищают внутренний рынок. В этом году губернатор принял решение увеличить объем субсидий на покупку сельхозмашин на 30%. Впереди еще уборка поздних зерновых и пропашных культур. Идут предпосевные работы, где основной упор сейчас на сбережение влаги, чтобы сделать урожай менее зависимым от погоды. Работали с доставкой гуманитарных грузов и отключениями электроэнергии, подтоплениями, пожарами и безопасностью на воде. Департамент по предупреждению и ликвидации ЧАЭС подвел итоги первого полугодия. А лучшие сотрудники получили награды. За 13 лет в профессии начальника караула пожарной части Владимир Соболев видел многое. И самым страшным считает не успеть спасти чью-то жизнь. Такая установка дает успешные результаты, которые сегодня фиксирует почетная грамота за значительный вклад в дело защиты населения и территории Ростовской области от ЧАЭС природного и техногенного характера. Помним все случаи, помним все выезды, выезды в лес, выезды на тушение всех пожаров, на выполнение ЧАЭС заданий, то есть природные, когда техногенные происходили, всевозможные катаклизмы. Мы также, самое главное – спасти людей. Это основное, для чего и служба создана наша. Это наш департамент. О выполнении задач в первом полугодии 2024-го отчитался директор ДПЧС Павел Нудгин. Склады для гуманитарной помощи работали бесперебойно. Спасатели доставляли грузы в новые регионы. Важной была работа при аварийных отключениях электроэнергии в феврале. Помогая энергетикам, спасатели пилили деревья, раздавали питьевую воду, при подтоплениях откачивали воду. Сейчас актуальны пожароопасный режим и купальный сезон. В этом плане ведется активная профилактическая работа. Жара пришла с календарным летом, и до настоящего времени она не спадает. С этим увеличено количество купающихся на воде, отдыхающих, рыбаков. Ежедневно спасателями, всеми силами областными, муниципальными, федеральными проводится ежедневное патрулирование профилактическое по водоемам, в том числе и по лесам, для предупреждения несчастных случаев. Продолжается развитие комплекса «Безопасный город». В первом полугодии введено 280 новых видеокамер, так что теперь их больше 4700. Операторы системы 112 приняли больше 2 миллионов вызовов. В этом году поручение губернатора уже завершается строительство трех новых пожарных частей на территории Ростовской области. Они в этом году будут введены в эксплуатацию. Сегодня уже на завершающей стадии закупочные процедуры по спецоборудованию, по технике, которая обеспечит работу этих пожарных частей. Есть поручение губернатора уже в следующем году продолжить эту работу, и еще будем работать на создание еще пяти новых пожарных частей. Пожарные части строятся в Заветинском, Шолоховском и Чертковском районах. Они прикроют 15 поселков с семью тысячами жителей. Роксана Базазян, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Кабинеты педиатра, стоматолога, физиотерапевта и врача общей практики, терапевтический стационар, дневного пребывания на 10 коек и настолько же отделение сестринского ухода. Все это с современным оборудованием и мебелью. Такова теперь открытая после капремонта амбулатория в станице Раздорской. Люди в белых халатах, люди в белых халатах. Тамара Суворова служит в белом халате уже 64 года. Сюда в Раздорскую попала по распределению и так обжилась, что уехать уже не смогла. Сейчас она заведует в местной амбулатории отделением сестринского ухода. Вот этот ремонт, который мы сейчас имеем, можно назвать не ремонтом, а строительством новой амбулатории. И оснащение ее, вот я вижу, все современное. Так что коллектив наш очень доволен. Ну и я в том числе старый работник. Я такого не видела за 64 года. Пациенты, конечно, такому обновлению тоже могут только порадоваться. В качестве новых условиях к лечебным процедурам и лекарствам добавляется весомый моральный фактор. Было, конечно, это самое. Не сравнить, что сейчас намного все лучше. Вот и кровати другие очень удобные. И, ну, я хочу сказать, что, конечно, большое изменение. Всем, конечно, спасибо. Амбулатория наша состоит из амбулаторно-поликлинического звена и отделения сестринского ухода на 10 коек. Также у нас в амбулатории есть еще 10 коек дневного стационара. Я принимаю как врач-педиатр, как врач общей практики. Капитальный ремонт в амбулатории длился чуть больше года и завершен раньше срока. Это стало возможно по двум программам. Государственное развитие здравоохранения и региональное – модернизация первичного звена здравоохранения. Из федерального и регионального бюджетов было выделено больше 41 миллиона рублей. Почти 2,5 миллиона – губернатор добавил дополнительно на оборудование. Эмоции самые радостные, потому что я эту больницу, мы с предыдущим главой, я здесь работал заместителем, главой администрации района, мы ее строили. И, конечно, прошло там 20 с лишним лет, и, конечно, она пришла в определенную негодность. И когда вот эта больница, в частности, амбулатория, где здесь есть и отделение сестринского ухода, здесь и палиативная часть коек есть, поэтому, конечно, радостно. Если прийти именно сюда, конкретно, в Усть-Донецкий район, посмотреть на людей, которые ждали этот объект, сказать огромное спасибо медикам, которые смогли пройти процесс капитального ремонта, и при этом люди практически этого не почувствовали. Да, были небольшие неудобства, но, тем не менее, благодаря слаженной команде, это кто врач, кто медсестра, кто фельдшер, это те люди, которые здесь живут, общаются, это родственники, их живут здесь всеми. То есть это то самое сообщество, которое постоянно находится. И если у них нет взаимопонимания, ничего не получится. Что ж, судя по всему, это взаимопонимание есть. И теперь больше двух тысяч жителей Усть-Донецкого района будут получать здесь достойную медпомощь. Иван Полейхин, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Назвать это коллекцией просто ничего не сказать. Полноценный музей раритетов. Ведь в нем есть, кажется, все, что ни назови. Мотоциклы и машины, в том числе военные, телевизоры нести, которые смогут несколько человек, музыкальные инструменты и аппараты, посуда, одежда, парфюм. Дальше называйте сами и не ошибетесь. Коллекционеру-патайчанину за 80. И он охотно о некоторых экспонатах расскажет. Великий день, великий день, великий день. Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя подвезенной и объявила безоговорочную капитуляцию. Из древнего патефона звучит победное обращение Сталина к советскому народу. Именно этот проигрыватель стал базой большой и разнообразной ретро-коллекции батайчанина Анатолия Аствацатурова. А начиналось все с его отца. В сарае частного дома. Тайна. Ни матери ключ не дает, ни мне, никому. Все привезет на телеге, положит туда, закроет и ключ под подушку. Что там было, я не знал абсолютно. По смерти его, когда я раскрыл, там первый телевизор, который в 45-м году, КВН, магнитофоны, телевизоры разные, знамя железные, потом приемники, проигрыватели. Сын что-то находил на свалках, что-то покупал на барахолках, что-то ему просто приносили на хранение. И теперь в этом импровизированном музее 6 тысяч экспонатов. Выделяется огромный телевизор, фестиваль. Тот самый, что Юрий Гагарин подарил ректору РГУ Юрию Жданову. Шесть динамиков здесь. В нем проигрыватель, магнитофон, радио и телевизор. А рядом различные самовары, фотоаппараты, баяны, часы, кувшины, вазы. В коллекции мы нашли не только предметы советского быта, но и немецкую посуду. Например, вот, смотрите, Бавария, 1942 год. Также здесь можно увидеть настоящую немецкую тушенку тоже тех лет. Картины, бюсты главнокомандующих, письма солдат, не вернувшихся домой с войны, военная форма, оружие и флаконы Красной Москвы. 49-50 год. Это от матери еще осталось. А это набор остался тоже. Женщина принесла набор Красной Москвы. Во дворе на деревянном столбе красуются часы, которые, по словам коллекционера, висели на ЖД вокзале Ростова в годы войны. И целый автопарк ретро-машин. Их в коллекции больше восьми десятков. А этот солидный красавец, тот самый Бьюик 1936 года. Именно на таком в прошлом столетии рассекали самая знаменитая криминальная парочка Бонни и Клайд. От первой модели БМВ до массы запорожцев, москвичей, Волк, отечественные, немецкие, американские мотоциклы. Ну и самая уважаемая военная техника. Тестируем Катюшу. Прогреваем, да? Да, прогреваем. Прогреваем. Она стояла долго. Прогреваем. А эту полуторку коллекционер собрал своими руками. Слухи о машине дошли до известного скульптора Сергея Исакова. И тот создал памятник в Питере именно по ней. Близнеца Батайской полуторки увидел Владимир Владимирович Путин. Военная техника из коллекции Анатолия Асвацатурова участвует в парадах Победы и других памятных событиях. А каждую субботу коллекционер вводит бесплатные экскурсии по своему музею для всех желающих. Я знаю, что вам за вашу коллекцию предлагали и самолеты, и квартиры. Почему не соглашаетесь? Как бы я согласился всю жизнь? Ну, вы бы согласились всю жизнь прожить с мужем, а потом разойтись? Нет, нет, не может этого быть. 80 лет прожили вдвоем, а потом разойтись – это абсурд. Но коллекцию все труднее сохранять. Она размещается в арендуемом здании бывшей котельной. Сюда надо провести отопление и воду. Коллекционер мечтает получить это аварийное строение в собственность общественной организации реставраторов военной техники и заняться его оборудованием. Ну, или хотя бы просто о помощи с коммуникациями. Любимые экспонаты у Анатолия Свацатурова, по его словам, все. Но выделить самый-самый все-таки можно. Ну, особая дорого, конечно, ГАЗ-67, который выиграл войну. Это который ездил в Жуков на нем. Вот это она мне самая любимая машина, раскрытая. Я когда еду по Батайску, я просто кайфую. Дарья Лисицкая, Андрей Токарев, Александр Осняч. Первые ростовские. Стартовал розыгрыш футбольного Кубка России. Ростов играл первый матч группового этапа пути РПЛ в Москве с локомотивом. И по традиции Валерий Карпин выставил целиком второй состав. В то время как у соперника вышла практически основа. Это определило ход игры. Наши реальных голевых моментов так и не создали ни одного. А у железнодорожников их было достаточно. В том числе отмененный варгол. Перед перерывом наши ворота спасли сначала Ханкич, а потом Мелехин. За полчаса до финального свистка Карпин стал выпускать основу. Но наладить игру уже не удалось. А у локомотива еще были перекладина с опасным добиванием. И, наконец, гол на 78-й минуте. Ростов проиграл 0-1. Теперь в субботу гостевой матч чемпионата страны с чемпионом «Зенитом», который пока всех соперников громит. Июль, так старательно пытавшийся изжарить ростовчан, на прощание резко сбавил солнечные обороты. И август придет так же мягко с градусами до 30. Точнее, цифры на границе летних месяцев наш метеаккорд Дарья Лисицкая. Ростовчане, привет! Ну что, второй летний месяц подошел к концу. Уверена, этот июль с его аномальной температурой мы с вами запомним надолго. Кстати, синоптики обещают, что август продолжит жаркую миссию июля и совсем скоро к нам вернутся плюс 40. Но я уже заглянула в прогноз погоды и точно могу сказать, что август придет к нам не жарко. О подробности уточним через полминуты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Август начнется практически так же, как уйдет июль. Разве что солнца в небе будет побольше. Ночью прохладные плюс 18. А в первый день последнего летнего месяца на термометрах вполне комфортные 29 градусов. Ветер по-прежнему восточный и сильный 5 метров в секунду. Атмосферное давление стабильно ниже нормы. На барометрах 749 миллиметров ртутного столба. Влажность низкая 29%. Осадков не предвидится. На этом у меня все. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти в соцсетях. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Всего вам доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин